Глава регионального МЧС Александр Макаров сегодня на заседании у главы региона назвал ситуацию с паводком стабильной. Если в цифрах вода ушла из 1959 приусадебных участков в 740 жилых домов в 77 населенных пунктах. Все граждане из пунктов временного размещения вернулись в жилье. Остаются под топливами два участка автомобильных дорог и один низководный мост. Жизнеобеспечение населения, функционирование объектов энергоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства в подтопленных населенных пунктах не нарушены. В свою очередь губернатор региона поручил направить силы территориальной системы РСЧС с режима чрезвычайной ситуации в режим повышенной готовности. По мнению Виктора Томенко, этого будет достаточно для работы спасателей и помощи подтопленцам. При этом глава региона отметил, что по необходимости власти муниципалитетов могут вводить локальный режим ЧС. В настоящее время задействована группировка сил в составе более 500 человек и 200 единиц техники. Продолжают работу оперативные группы главного управления и спасатели краевого поисково-спасательного центра и аэромобильная группировка главного управления. На текущей неделе ожидается повышение температуры окружающего воздуха, что приведет к интенсивному снеготаянию. Вместе с тем, повышение уровня воды в рейхах края на опасных отметках не прогнозируется. По данным МЧС, на сегодняшний день в крае остаются подтопленными 23 дома и 119 приусадебных участков. По-прежнему на контроле остается ситуация в Камни-на-Аби и прилегающих населенных пунктах. Мария Костолева, День с толком. Мария Костолева, День с толком.